Этот год для Нарвской хоровой школы прошел более чем удачно. Помимо того, что в этот учебный год школа выполнила все свои непосредственные обязанности, ученики дали большое количество концертов, но также приняли участие в поездках и фестивалях. Вокальный ансамбль «Девушек Каприс» под руководством Дианы Анисиной за последние полгода два раза побывал в Москве. Совсем недавно ансамбль вернулся из Москвы с Международного фестиваля художественного творчества, которое называется «С России в сердце». Фестиваль проходил как в Москве, так и в Смоленске и был посвящен 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Программа была очень насыщенной и в течение пяти дней мы дали концерт в трех... ну не конкретно наш коллектив, а девушки принимали участие в концерте, который проходили в трех городах. Это был город Москва, город Ярцево Смоленской области и заключительный галоконцерт в самом Смоленске. Хотелось бы особенно сказать, что Москва нас удивила своей чистотой, обилием зелени и цветов. И вот, наверное, на фоне всего этого настроение было, конечно, у нас в День Победы очень праздничное и торжественное. Помимо концертной программы, у нас была, естественно, большая экскурсия, экскурсионная программа. Мы посмотрели «Вечернюю Москву», побывали на Воробьевых горах, посмотрели на Красную площадь. В преддверии 9 мая было очень интересно. Мы, значит, за участие в фестивале получили диплом вот такой замечательный. Также мы получили два благодарственных письма. Это письмо от администрации муниципального образования Ярцевский район Смоленской области. И такое благодарственное письмо от администрации Смоленской области. Также совсем недавно вернулся из поездки в Псков младший академический хор девочек под руководством Инны Фифиловой. Там состоялась хоровая ассамблея, в которой принимали участие хоровые коллективы города Пскова, хор музыкального училища и Нарвская хоровая школа. Но мы не только принимали участие в хоровой ассамблее, но мы очень много путешествовали по Псковской земле. Наш хор – это девочки 8-10 лет. И мы хотели, чтобы они увидели, как красива эта природа, этой местности Псковской области. И чтобы они получили вдохновение и вот эти чувства прекрасного на дальнейшую, будущую свою жизнь. Мы посетили село Михайловское, родовое имение Александра Сергеевича Пушкина. Мы посетили Успенский монастырь, где находится могила Александра Сергеевича Пушкина. Мы посетили город Эсборск, где бьют прекрасные 12 ключей. Находится в красивейшем месте великолепная крепость. У нас была экскурсия по городу Пскова обзорная. Тоже очень впечатляющие у нас остались эмоции. Много мы получили от этой экскурсии. И ассамблея, где наш хор выступал в достаточно сложных условиях, потому что мы из Эстонии. И немножечко культура пения у нас другая. Вот там нас поразило, что дети поют с микрофонами. И у нас возникла такая сложность. Но мы отказались от микрофонов. И мы пели чистым, прозрачным детским звуком. От чего все присутствующие на этой ассамблее были в восторге. Сказали, что ваши дети очень эмоциональны, непосредственны. Ну, в общем, умилялись нашими детьми. Но не только девочкам из младшего академического хора так повезло. Удалось побывать в России и хору мальчиков под руководством Светланы и Михаила Горушиных. На фестивале в городе Дубна, который проходил с 13 по 16 мая. В нем принимали участие мальчики со 2 по 8 класс. Проводя этот фестиваль, мы, конечно, прежде всего показывали не только результат нашей деятельности, нашей школы. Но и мы защищали честь Эстонии и честь нашего города на этом фестивале. На этот фестиваль был также куратором и проводил мастер-класс. Знаменитый во всем мире руководитель, профессор, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, художественный руководитель Московского государственного камерного хора, профессор Минин Владимир Николаевич, где он проводил мастер-класс после того, как прошли все сольные концерты. Он очень хорошо и отзывался о нашем хоре. Нам очень приятно то, что на фестивале присутствовали очень много наших друзей, с которыми мы встречались раньше на российских фестивалях. Это Капулане из Нижнего Новгорода, где воспитывался наш дирижер Михаил Юрьевич. Это гости из Рыбинска, которые к нам приезжали в том году на фестиваль, поэты играют мальчишки. И когда мальчики сидели на концерте, все эти коллективы были для них родными. Они слушали всех буквально с открытым ртом, потому что уровень этих коллектив очень высокий. Есть к чему поучиться, есть к чему порадоваться, есть к чему стремиться. Массу впечатлений получили ученики хоровой школы от поездок в Россию. Главное в учебе – это интерес к ней и к новым возможностям, которые открывает для ребят Нарская хоровая школа.